Всем привет, с вами Байки о байках, и это новый выпуск новостей. Компания Fulcrum анонсировала обновленные алюминиевые колеса начального уровня Racing DB с более широкими бескамерными ободами и втулкой с меньшим свободным ходом. Новая линейка состоит из трех моделей – Racing 4, 5 и 6 DB, и она закрывает все потребности от шоссейных до гравийных велосипедов. Колеса предназначены только для использования с дисковыми тормозами, а обновленный дизайн обода еще раз это подчеркивает. Бескамерная технология Fulcrum 2-Way Fit Ready позволяет использовать как современную бескамерную резину, так и традиционные клинчерные покрышки с камерами. На всех колесах Racing DB бескамерная лента и ниппель идут в комплекте, и они готовы для бескамерного использования. Новые колеса должны соответствовать современным трендам, поэтому ширина обода увеличена по сравнению с предыдущим поколением. Это должно обеспечить совместимость с более широкими покрышками. Обновлена и задняя втулка, она алюминиевая на промышленных подшипниках, а количество зацепов увеличено с 30 до 36, что уменьшает свободный ход и должно положительно отразиться на точности передачи усилия и на динамике. Благодаря сдержанному стилю колеса выглядят чисто и минималистично. Они доступны с барабанами Shimano XDA или Compagnola N3W. Racing 4 DB – самая дорогая модель в линейке, она стоит от 596 долларов. Это шоссейный велсет, и он позиционируется как тренировочный. Производитель сообщает, что команда Cofidis уже использует эти колеса для тренировок. Обода высотой 34 мм обеспечивают аэродинамику, точность управления и универсальность. Это делает их идеальными для подъемов и горных маршрутов без ущерба стабильности на больших скоростях. Ширина обода обновленной модели на 2 мм больше и составляет 19 мм, поэтому для них подходят покрышки шириной 25 мм, а заявленный вес составляет 1710 грамм. Колеса Racing 5 больше ориентированы на Endurance и призваны обеспечивать больше комфорт. Их цена начинается с 522 долларов. Высота обода составляет 24 мм, поэтому колеса менее эффективны с точки зрения аэродинамики, но гораздо более стабильны при боковом ветре и менее жесткие, что делает езду на них более комфортной. Внутренняя ширина обода 5 dB увеличилась до 20 мм, и обода должны отлично работать с покрышками 25-28 мм. А заявленный вес составляет 1660 грамм, что делает их самыми легкими в обновленной линейке. А велсет Racing DB6 самый доступный по цене в 422 доллара. Он позиционируется как тренировочный или как шоссейный комплект колес для гревел-байков. Высота и внутренняя ширина обода у Racing 6 также составляет 24 и 20 мм, что позволяет использовать с ними более широкие покрышки. Но, как самая бюджетная модель в линейке, они немного тяжелее – 1780 грамм. Shant выпустил новый компьютер-оливерейд. В нем использована восьмискоростная планетарная втулка Shimano Alphino и ременной привод Gates. Надежную неприхотливую трансмиссию дополняет резьбовая каретка. Диапазон передач втулки соответствует кассете 1238. Это значит, что в сочетании с передней звездой 50T мы получим достаточные передаточные соотношения как для преодоления подъемов, так и для езды на скорости. А переключатель на бар Энди от MicroShift без проблем работает со втулкой Shimano. Передачи очень удобно переключать в нижнем хвате одним мизинцем правой руки. Рама выполнена из балтированных стальных труб с безупречными сварными швами и универсальными регулируемыми дропаутами. А спереди стоит карбоновая вилка. Может показаться, что трубы слишком тонкие и рама будет сильно пружинить, но на самом деле Ливерейд довольно жесткий и отзывчивый. Широкие бескамерные покрышки позволяют ездить на низком давлении. Колеса собраны на алюминиевых ободах собственной марки, а передняя втулка на промышленных подшипниках. Эти колеса достаточно крепкие, поэтому можно смело использовать их на гравийных дорогах, а покрышки 35C Schwalbe G1 не подведут на бездорожье. Ливерейд это прекрасный комьютер, но также на нем можно выбраться в гравийную поездку на выходных. Он комфортный и при этом достаточно крепкий и универсальный, чтобы рискнуть отправиться на бездорожье. А стоит он около 2800 долларов. Новый Yari Carbon 1.3 от Fuji это байк, который доставит кучу удовольствия от катания. Его можно использовать и как легкий быстрый гравийник, и как обвешанный сумками туринг для долгих путешествий. Все в этом байке ощущается удобным и правильным. Посадку легко настроят под себя, а геометрия обеспечивает комфортно бездорожье и при этом не делает его скучным на асфальте. Угол рулевой позволяет хорошо контролировать байк на спусках и обеспечивает необходимую уверенность на сложных участках. Загиб руля в стороны на 25 градусов дает широкий хват для дополнительной уверенности и контроля на спусках, а колесная база не очень длинная, что добавит велосипеду маневренности. Благодаря небольшому весу 9,74 кг на нем просто дергать банихоп, раскачивать его при педалировании и экономить силы на тяжелых подъемах. Жесткость байка ровно такая, которую ожидаешь от гравил велосипеда, особенно в районе каретки и вилки. Это помогает на подъемах и спринте, а также обеспечивает необходимую жесткость в байкпакинге. Комфорт впечатляет и определенно помогает в многочасовых или даже многодневных поездках. У Яри жесткая рама, но изогнутые верхние перья в сочетании с широкими покрышками 40 мм делают его очень удобным. Рама сделана из самого легкого, ультра-высокомолекулярного карбона C15. У Яри конусная рулевая колонка и шток вилки, а также резьбовая каретка. Подседельная труба расширяется у каретки и соединяется с массивной нижней трубой. Все это направлено на увеличение жесткости рамы. На нижней трубе есть защита от камней, летящих из-под переднего колеса. Около передних звезд есть металлическая защита рамы, а на перьях есть защита от цепи. Также на рулевой трубе есть защита от сумок, а снизу рулевой трубы есть резиновая вставка, чтобы удобно переносить велосипед на плече. У Яри есть байкпак крепления на вилке, крепления для сумки на верхней трубе и трех флягодержателей. Геометрия велосипеда в размере L. Рич 379, стек 592, колесная база 1027, угол рулевой 72, угол подседельной трубы 73. Велосипед обеспечивает смещенную вперед посадку, нацеленную на эффективную работу. Байк собран на компонентах Shimano GRX с одной звездой спереди. Это пистолеты RX 600 STI, переключатели RX 812 с защитой от раскачивания цепи и тормоза RX 400 с роторами 160. А кассеты Dior с широким диапазоном 1142 обеспечат необходимые передачи. А цена такого универсального байка составит около 2,5 тысяч долларов. На этом все, подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски и узнавайте обо всем первыми, и не забудьте нажать на колокольчик. С вами были байки о байках, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok